В день памяти мучеников, также о том, что Христос называется пасторем и агнцем. Снова воспоминания о мучениках, снова празднества благочестивых, снова речь об ангелах, снова торжественное собрание церкви, воспоминания о тех, которые претерпели мученичество. Честь же мучеников, слава того, за кого они подверглись мучениям. Чествуются мученики, пострадавшие за Христа. Воздаётся поклонение Христу, который пострадал за всех. Те своим страданием возвели себя из состояния уничижения на высоту, а Спаситель с высоты Божества спустился в уничиженное состояние человеческого естества, не лишаясь своего достоинства, но совершая дело своего домостроительства. Мы слышали, что Он говорил, «Я есмь пастырь добрый, полагающий душу свою за овец». Сказав это, Он и обнаружил своё человеколюбие и возвестил о своём могуществе. Пострадать за овец – дело человеколюбие. А то, что Он сам по своей воле положил свою душу, служит доказательством Его могущества. Он не насилию покоряется, но совершает дело своего домостроительства. Хотя и говорит апостол, что Отец предал его за нас, но Он представляет страдания сына невынужденным, показывая, что воля сына находилась в согласии с волею Отца. Сын предаёт себя не необходимости, подчиняясь, но содействуя намерению Отца. Одно дело рабски служить, и другое – божески содействовать. Ведь содействует Отцу единородный его сын, хотя ученики еретиковы не желают согласиться с этим. Они, в силу своей порочности, растекая неделимое естество, проповедуют, что Отец – Творец, что Сын – Служитель, и что таков же и Дух Святый. Они не стыдятся даже и слов Павла, который назвал служителей благовестия не слугами, но сотрудниками Божьими, сказав, «Мы Богу спаспешники» – 1 Коринфянам 3.9. Павел – спаспешник, а Сын – служитель. Не разыскивай того, что сказал Христос устами Исаии, но то, что сказал сам лично. Сам по себе он, конечно, пастырь, а ради тебя стал агнцем. Сегодня встретились оба этих чтений. Исаия читал о нем Евнуху, как овса введен был на заклание, а Спаситель – я есть пастырь добрый. Поэтому покажи мне различия между агнцем и пастырем. В каком отношении он агнец, в каком пастырь? Если ты не узнаешь различия наименований, то откуда поймешь достоинство его могущества? Ясно, конечно, что агнцем он является по причине страданий, перенесенных им в делах домостроительства, а пастырем – по причине избытка человеколюбия. Будучи Богом, он не стыдится называть себя пастырем, ведь надлежало нам познать самого Бога и Царя. Но вследствие того, что мы, как одаренные разумом люди, не познали Бога, он желает, чтобы мы, хотя бы как неразумные овцы, познали своего пастыря. Если бы, придя в мир, Спаситель нашел тебя разумным человеком, то он, необходимо, явился бы тебе как Бог. Но так как он не нашел тебя человеком, а нашел как бы овцою блуждающую, начиная с самых древних времен и призывающего устами пророков своего Господа, «Заблудился я, как овца потерянная, взыщи раба твоего», то поэтому и скрывает свое царское достоинство и предлагает пастырское попечение. По этой причине с самого начала устраивает так, чтобы его тело было положено в яслях, а для того приводит в стеснительные условия как свою мать, так и Иосифа, служителя домостроительства. Я не могу назвать его ни отцом Спасителя, ни мужем Марии, но соучастником и посредником таинства. Ведь он был жених девы, а не муж. Впрочем, по имени, конечно, муж, но в действительности служитель домостроительства. Итак, он вместе с Марией приводится в Бифлееме. Стеснительное положение. Так что вследствие тесноты в жилищах младенец по необходимости был положен в яслях. Это стеснение было делом Божиим. Чтобы человеколюбивый, необходимо был положен в то место, чтобы был положен, говорю, в силу домостроительства, обусловливавшего собою его воплощение. Для чего он устраивает это? Так как ясли – трапеза бессловесных, а человечество устроило себе природу последних. Человек, который в чести и неразумен, подобен скотам несмысленным, уподобился им. То он и полагает небесную пищу на трапезу неразумных животных, чтобы скотоподобные по душе, приходя к яслям, как к своей собственной трапезе, нашли здесь не скотский корм, но говорящего – «Я есть хлеб, шедший с небес и дающий жизнь миру». Итак, Агнцем является Господь в целях домостроительства, а Богом – ради своей славы. Он полагает свою душу за овец, не необходимости подчиняясь, как я и раньше сказал, но сам принимая на себя это дело. Все, что произошло во времена ветхозаветнего богопочитания, в конце концов возводится к Спасителю. Будет ли то пророчество, или священство, или царское достоинство, или храм, или жертвенный алтарь, или завеса, или ковчег, или очистилище, или манна, или жезл, или стамна, или что иное – все имеет отношение к Нему. Бог из древля позволил сынам Иудовым совершать жертвенное ему служение не потому, что он удовлетворялся жертвами, но потому, что желал отвлечь иудеев от языческих суеверий, того времени, направляя их туда, куда сам хочет, налагает на себя то, чего меньше всего желал бы, так как ум иудейский еще не мог предпринимать духовной деятельности, но был порабощен языческим привычкам и чувствовал влечение к жертвенникам и жертвам, то Бог, взяв идольские празднества, изменяет их сообразно с духом благочестия и таким образом терпит то, чего не желал бы. И как добрый отец, после того, как увидит, что сын его занимается шалостями, увлекает его с площади дома же, позволяет ему делать все, что ему хочется, и таким путем охраняет его благопристойность, отнимая у его забав черту бесстыдства. Точно так и Бог, желая при посредстве такого рода праздничных собраний исправить иудеев в сторону благочестия, позволил им приносить жертвы, дает им и жертвенный алтарь, повелевает приносить жертву и овец, и козла, и вола, и делает все, что заставляло им радость. Бога это не услаждало. 898. А что это произошло в целях домостроительства, послушай, как тот, кто через посредство Моисея позволял в совершении жертвоприношений и повелел, чтобы были различные виды жертв, устами пророков лишает всякого значения то, что происходило лишь в силу снисхождения его, показывая, что как младенцам он позволил им это в качестве молока, но не дал видеть твердой пищи. Он говорит устами Давыдовым, слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя, я Бог, твой Бог, не за жертвы твои я буду укорять тебя, все сожжения твои всегда предо мною, не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Псалом 49,7 А чтобы кто-нибудь не подумал, что он не приемлет, потому что гнушается этими жертвами, Господь далее поясняет сущность дела. Она в том, что Бог не имеет нужды в жертвоприношениях, а не в том, что они вообще совершаются, и присоединяет. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои. Он показывает этим, что не гнушает жертвами, отвергает их, но ввиду того, что призывает иудеев к лучшей и духовной жертве. И так он с самого начала позволил совершать жертвоприношения не потому, что они нравились ему, но с тою целью, чтобы так начавших исправить в сторону благочестия. Делая уступку произволению иудею, он как мудрый и великий самым дозволением жертвоприношения предуготовлял образ будущих вещей, чтобы жертва сама по себе и бесполезная, однако оказалась полезной как таковой образ. Обратить тщательное внимание на дело, потому что мысль глубока. Жертвы не были угодны Богу, как совершавшиеся не по желанию Его, а лишь по Его снисхождению. Совершавшимся жертвоприношением Он придал образ, соответствовавший будущему домостроительству Христову, для того, чтобы если сами по себе они не достойны принятия, то сделались бы благоприятными, по крайней мере, в силу выражаемого ими образа. Всеми жертвоприношениями Он выражает образ Христов и оттеняет будущее событие. Будет ли то приносимое в жертву овца, она образ спасителя. Будет ли то волк, он образ Господа. Будет ли телец или телец, или что-либо иное из того, что обыкновенно приносится в жертву. Будет ли то голубь и горлица, все имело отношение к Спасителю. По этой причине был и храм, чтобы был предуготовлен образ Господня храма. По этой причине овца, поэтому иерей, поэтому завеса. А чтобы не впасть в некоторые многословия, я советую тебе обратиться к истолкователю того, что вышесказано, к Павлу, который не позволяет тебе ничего мыслить безотносительно ко Христу, но все относит к нему. Что же? Желая не изложить, изложить евреям различия тайн, что обозначало трапеза, что жертвенный алтарь, что завеса, что храм, что священник, он относит все вообще ко Христу и показывает, что скиния это вся жизнь. Но первая скиния образ Ветхого Завета, а святая святых образ Нового Завета. Прошу обратить тщательное внимание на дело. Храм был вообще один, но разделялся на те и на иные части, на святое и на святая святых. Храм образ Господня тела. И послушай, что говорит Господь. Разрушите храм сей, и я в три дня созижду ее. Итак, подобно тому, как в том храме одно было видимо всем, а другое только одному первосвященнику. Точно так же и в домостроительстве Спасителя Божество и Сила Божества, будучи сокровенными, действовали явно. Ты имеешь образ храма. Отыщи мне находящуюся в середине завесу, отделяющую святое от святого святых. Какая это завеса? В свою очередь завеса образ тела. Как завеса разделяла то пространство посередине и отделяла доступное внешнему наблюдение от внутренних таинств, так и тело Господа было завесою Божества, не позволяя смертным очам пристально взирать на лик бессмертного. Это не мое слово, но послушай, что говорит Павел в послании к евреям 10-19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над домом Божиим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением очистишься сердца от порочной совести и омывши тело водою чистою. Обрати особенное свое внимание, и плоть свою Господь назвал храмом, и завесу образом плоти. Далее, за завесу входил архиерей только однажды в течение года, не оставил без внимания Павел и этого, но берет и это в качестве образа спасителя и говорит, «Ибо Христос вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред лице Божие». Евреям 9, 24. «Ты видишь архиерея? Обрати внимание и на образ. В свою очередь приносилась в жертву овца, и она была образом спасителя, как овца веден на заклание». Исаия 53.7 «Приносились жертву телец, вол и все остальное, причем архиерей брал своим пальцем несколько крови, приносимых в жертву животных, входил во святое святых и семь раз кропил прямо напротив святилища». Левитам 16.15 «И самое очистилище было образом спасителя, равно как и кровь, которую архиерей кропил, была тем же, чтобы и поклоняемый и дар, приносимый ему, были одним и тем же. Тела тех животных, кровь которых приносилась во святое, сожигались вне стана, пепел их освещал людей, и останки умершленных животных освещали оскверненных лиц. «Итак, смотри, живые не освещали, а превращенные в пепел и принесенные в жертву приносили оскверненным людям освещение, и одни и те же животные сожигались вне стана и приносились внутри». Поэтому апостол говорит евреям 13.11 «Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященникам в освятилище, вжигается вне стана». Указал образ истолковывает истину и говорит, что Иисус, дабы освятить людей кровью Своею, пострадал вне врат. И что присоединяет к этому? Итак, «Выйдем к нему за стан, нася его поругание». Ты имеешь образ, посмотри на истину, снова подвергни исследованию кровь и очистилище. Кровь кропилась, очистилище принимало ее и происходило очищение. Что такое очистилище? Опять послушай, что говорит Павел в послании к римлянам. Все согрешили и лишены славы Божией, чтобы получить оправдание от него даром, кровью его, избавлением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в ощущении веры в крови его, и кровь его, и очистилище его. Все это сказано мною, потому что Спаситель Бог и Единородный Сын Божий сделал совсем ради нас, а не ради себя. Иное совершалось ради нас, а иное было выражением поклонения ему ради него самого, по его божеству. Иное и иное, не теперь разделенное, но соединенное домостроительством, а разделяемое мыслью. 901. И так, когда услышишь или об архиереи, или пастыре, или овце, или храме, или завесе, или очистилище, или крови крапления, или о чем-либо таковом, во всем познавай домостроительство бывшее ради тебя. Когда же увидишь, что Единородный сидит на одном и том же с Отцом в престоле, потому что Церковь проповедовала его и прославляла, то не стыдись божественных изречений, премудрость говорит так, премудрость возглашает на улице, на площадях возвышает голос свой, в главных местах собраний проповедует, при входах в городские ворота говорит речь свою, притча 1.20. Когда же заметишь, что возвещается Божия премудрость и сила, то размышляя о прибытке славы, о предвечном достоинстве, неумолимом, неизменном, непреложном, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог, всюду было, а не было нигде. Если размышляшь о преизбытке славы, то не соблазнись по поводу воплощения Господня. Например, я скажу, если услышишь, что еретик говорит, как отец пославший меня больше меня, Яна 14.28, то скажи ему, что нет ничего удивительного, если сын меньше своего отца, ввиду своего воплощения, так как он умолился даже по сравнению с ангелами. Ты, вследствие своей порочности, стараешься доказать, что сын меньше отца. Я же доказываю, что он, ввиду его воплощения, меньше даже и ангелов. Ты, конечно, желая доказать различия сущности отца и сына, приводишь изречение, как отец пославший меня больше меня. Я же доказываю, что по смыслу этого изречения он меньше не только отца, но и ангелов. Блаженный Павел, приводя свидетельство Давида евреям 2.9, говорит, и что есть человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его, ты немного умолил его предангелами. Но видим, что за претерпение смерти увенчан слава и честь Иисус, который немного был унижен предангелами, дабы ему по благодати Божией вкусить смерть изо всех евреям 2.9. Итак, зачем столь много трудишься и стараешься доказать, что сын меньше отца, когда он меньше и ангелов, не со стороны своего достоинства, но по причине домостроительства? Потом ты слышал, пославший меня отец, больше меня. Но разве ты не слышал этого евангельского голоса, который сегодня громко восклицал всем, я и отец одно? И обрати внимание на различие, где употребил един, там не сказал, пославший меня, но отец. Где желал доказать единство и тождество, там не сказал, я и тот, кто послал меня, но един, но я и отец, между отцом и сыном нет ничего промежуточного, а где имеет место больше, там присоединяет пославший меня, послать дело домостроительства, и быть посланным не изъяснение божества, но изъяснение домостроительства, ведь Бог не посылает телесно, не посылается, а каким образом, это так, слушай, тот, кто посылает, посылает в те места, в которых сам не находится лично, поэтому покажи место, где не было бы отца, покажи место, где не присутствовал бы сын, укажи место, свободное от святого духа, конечно, можно указать место, если ты буквально понял, что один послал, а другой послан, следовательно, слово послан обозначает не переход с места, но воплощение, когда Писание говорит, был человек послан от Бога, имя ему Ян, то мы не думаем, конечно, что Ян пришел с небес, если он там был, то скажешь, как он послан, но так как ему была поручена известная задача, то ее Писание и назвало посланничеством, Исаия в Иерусалиме в самом храме видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, находясь в городе и в храме, созерцая видение и удостоившись видеть Бога, насколько это возможно человеку, он услышал, что Бог говорил, кого послать к людям, с ним, он был среди народа, и каким образом посылается к народу, таким образом, посланничество обозначает не местный переход и не рабское служение, но определяемое человеку назначение, иначе же, если ты раб буквы, то и постыдись ее, если Господь послан, то как же он говорит, и пославший меня отец со мною, никто посылая не идет вместе с посланным, так как иначе значило бы не послать, а вместе идти, я в отце и отец во мне, где тут посланничество, и чтобы кто-либо не подумал, что изречение пославший меня отец со мной произнесенного в отношении к деятельности и помощи, Господь говорит, отец во мне пребывающий, и я в отце, и отец во мне, это изречение предвозвестил Исаия, говоря, так говорит Господь, труды египтян и торговля и феоплян и совейцы люди рослые к тебе перейдут и будут твоими, они последуют за тобою, в цепях придут и повернутся пред тобою и будут умолять тебя, говоря, у тебя только Бог и нет иного Бога. Исаия 45, 14 Как возможно это? Если в нем находится иной, то каким образом кроме него нет другого? Как в тебе Бог и нет Бога кроме тебя? Разве это не толкование того евангельского благовестия, которое говорит, я в отце и отец во мне и обоя едины. Выражение нет Бога кроме тебя есть толкование слов едины. И заметь мудрость этого изречения и полноту его силы. Изречение едины обоюдоострый меч растекающий еретиков. Слово едины изобличает безумие ориан, а слово есмь савилиан слияние. Как Бог едины и нет другого кроме тебя. И чтобы показать, что один и тот же Бог в Боге, пророк присоединяет «Ты Бог и иного не знаем». Ты не знал, что он Бог, разве не предвозвестил этого до тебя Моисей? Ты пришел не после ли двадцать первого рода от Моисея? От Моисея до Давида семь поколений, от Давида же до Исаия двенадцать поколений, ведь Исаия был за два поколения до Вавилонского плена. Итак, каким же образом о том, кого проповедовали за пятнадцать поколений ранее, пророки, что он Бог, о ком Моисей говорил, «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, есть Господь единый», о ком тоже самое расписал Самуил, о ком это же проповедовал, конечно, и Давид, о ком тоже именно предсказывал и всякий пророк, повторяю, «Каким же образом о нем говорит Исаия? Ты Бог и не знаем иного, если только поистине не намекает на Спасителя, который был, конечно, тогда, но оставался незнаемым». Словами «Ты Бог и не знаем иного» пророк порицает не свое неведение, но воспринимает на себя лицо народа. Исаия 26.11 «Господи, рука Твоя была высоко поднята, но они не видали ее. Увидят и устыдятся ненавидящий народ Твой, огонь пожрет врагов Твоих». И однако, что он мог сказать? «Истинно Ты Бог сокровенный, Бог Израилев, Спаситель» 45.15 «Послушай ангелов, говорящих и благовествующих пастырем, не бойтесь, благовествуем вам радость великую, ибо родился вам ныне Спаситель, который есть Христос Господь. Ты есть Бог Израилев, всех Спаситель. Вот, постыдитесь и посрамитесь все противящиеся тебе, и пойдут в стыде, потому что станут подобными несуществующим и обветшают, как одежда. Противящимися Он называет тех, которые проявляют противодействие Слову. Если ты скажешь Елену или кому-либо другому чуждому истинной религии, что есть Бог, то он не спорит, а если скажешь, что есть Христос, то он приходит в неистовство, как говорит в одном месте и блаженный Давид, Господь царствует, да трепещет народы, Он восседает на Херувимах, да трясется земля. Кто восседает? Не ясно ли, что тот, которому говорит тот же самый пророк, то есть Исаия, сидящий на Херувимах, явись, возбуди могущество свое и приди, чтобы спасти нас. Видишь ли, что коварство, проявляемое юритиками, ввиду слов такого рода, не имеет места, но там, где имеется ввиду равночестность, говорится, я и отец, а где домостроительство, читаем, пославши меня, более меня. Ввиду посланищества его, Господь меньше по сравнению с отцом, но не ввиду божеского их единения. 904. Таким образом, надлежит обращать внимание на Писание, не приходить, не проходить мимо божественных изречений. Ты теперь осуждаешь все Евангелие, а Спаситель ни одной буквы. Он желал, чтобы мы в такой степени осторожно относились к Писанию, что сказал «Истина, истина, говорю вам». Легче может случиться, что земля и небо приедут, нежели одна иота или одна черта от закона приедет. Итак, Спаситель не относится с презрением даже и к иоте, а ты разрушаешь все Писание. Слово ясно показывает нам, что знание Писаний более могучее, чем воскресение мертвых. Не столько имеет значение воскресение мертвых, сколько чтение Писаний. Послушай патриарха Авраама, который слышит, что богач говорит ему «Отче Аврааме, умилосердись надо мною и пошли Лазаря, чтобы он сказал моим братьям, чтобы они не пришли в это место мучения». И что же он говорит «У них есть Моисей и пророки, пусть слушает их». Он же говорит «Нет, тот же Аврааме, но если кто из мертвых воскреснет, тогда поверят». Авраам же отвечает ему «Истинно говорю тебе, если Моисея и пророков не слушают, то если кто из мертвых воскреснет, не поверят». Обратите тщательное внимание. Уже ли они не поверили бы, если бы воскрес кто-либо из мертвых? Никоим образом. И обрати внимание на следующие выводы. Допустим, что явился бы кто-либо из древних мертвецов, или из числа неизвестных нам, или из числа известных. Если он будет из числа неизвестных, то это неведение затемнило бы чудеса. Если бы сегодня явился Моисей, то откуда бы ты узнал, что это был Моисей? Если бы сегодня явился Исаия, то откуда бы ты узнал, что это был Исаия? А если бы воскрес кто-либо другой, например, из числа умерших в наши дни, то снова чудо затемнилось бы. Одни сказали бы, что это тот, который умер. Другие же стали бы утверждать, что это не умерший человек, но какой-либо демон или призрак. У неверия нет недостатка в злых увертках. И что удивительного, если неблагодарный человеческий дух мог бы наклеветать даже и на воскресшего мертвеца, когда был исцелен слепой, то одни говорили, это он, а иные говорили, нет, но похож на него. Когда же он сказал, это я, что хотя сам и свидетельствовал о себе, и вопияло чуде, однако те неблагодарные отрицали последнее. Разве во времена Спасителя не воскресли многие телеса умерших, усопших святых? Как говорит Писание, после крестной смерти Господом восстали из гробов и вошли во святой город и явились многим. Но чудо угасило ли неверие, преодолело ли упрямство? Чудеса предлагаются для неверных, а не для верующих. Неверный же при удобном случае презрением относится и к чудесам. Но смотри, если бы они могли устыдиться воскресшего мертвеца, то несомненно устыдились бы пред Лазарем. Лазарь воскрес из мертвых. И когда вследствие воскресения Лазаря многие приходили посмотреть на Спасителя, то иудеи стали между собой совещать о том, чтобы убить Лазаря. Смотри, как упрямство всюду остается равным себе. Поэтому, естественно, патриарх говорил, что если не слушают Моисея и пророков, то если бы даже воскрес кто-либо из мертвых, не поверят ему. И теперь еретики, если они не слушают Моисея, пророков и Евангелий, не проявят послушания, даже если бы кто-либо произнес и бесчисленные речи. Но мы не отступим от своего пути. «Я есть им путь», — говорит Господь. Поэтому тот, кто сходит с пути, блуждает. Кто шествует независимо от указаний со стороны Писаний, тот подвергается действию бурь. Как в море, носимый многими ветрами, не может совершать плавание по прямому пути, но бросается различными ветрами туда и сюда, так и тот, кто предается влиянию различных учений и не следует учению евангельскому, ничем не отличается от обуреваемого волнами судна. Поэтому и Писание говорит, Терахов 5.11, «Не вей при всяком ветре и не ходи всякой стезею». Таков двоязычный грешник. И толкователь присоединяет Терахов 5.11, «И не всякому слову верь». А чтобы ты узнал, что всяким ветром Писание называет всякого рода учения, послушай, что говорит Павел. «Да бы не были младенцами, увлекающимися всяким ветром учения по искусству человеческому, по коварству обольщения». «Всяким ветром учения» — это «всяким ветром». Сказано вместо слов «всяким учением». «Кто себя предает последнему, тот обуревается волнами, подвергается действию бурь, претерпевает кораблекрушение. Одно плавание, один путь, одна гавань вера. Она путеводит, она замыкает, она доставляет убежище. Кто отпал от веры, тот претерпевает кораблекрушение, как об этом говорит Тимофею Павел, который пишет. «Преподаю тебе, сын мой, сообразно с бывшим о тебе пророчествами, как завещано, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые отвергнуши потерпели кораблекрушение в вере». Следовательно, тот, кто отступает от веры, претерпевает кораблекрушение. Следующей же вере вводит свой корабль в покойную гавань. Поэтому не станем увлекаться всяким ветром. После Господа нет места другому учению. После Моисея ожидался Христос, а после Христа не ожидается никто другой. Поэтому Моисей, желая научить народ тому, что не следует удовольствоваться одними своими только законами, но надлежит ожидать некоторого в данном случае совершенства, говорит, «Пророка восставит вам Господь Бог ваш, из среды вас слушайте того, как меня». Если бы Моисей сознавал совершенство своего учения, то он не отсылал бы к другому учителю, говоря, «Пророка восставит вам Господь Бог ваш, из братьев ваших, как меня». Потому пророка, что он из вашей среды. Бог не из вашей среды, а пророк из вашей. Бог от Бога. А пророк по своей плоти из вашей среды. Поэтому и Моисей говорит, «Как меня, законодателя». Так как один древний законодатель Моисей, а второй законодатель Спаситель, не одного народа, но Вселенной. То и сказал Моисей, «Как меня, соответственно, характерным чертам обоих и их законодательству». Что засвидетельствует это слово? Давид, который жил спустя немного поколений после Моисея, восклицал, «Восстань, Господи! Да не преобладает человек, досудится народы пред лицем твоим. Наведи, Господи, страх на них, да знает народы, что человеки они». Итак, если бы Давид был до Моисея, то он, естественно, умолял бы о Моисее. А если Моисей блистал раньше, Давид же родился после Моисея, то зачем пророк Давид желал призвать иного еще законодателя, когда уже был другой? И зачем он говорил, «Господи, поставь законоположители над ними», над хем, если не над язычниками, говорит, «Воскресни, Господи! И да не крепится человек, и досудятся язычники пред Тобою, ведь законоположитель дан язычникам». Да узнают язычники, что и они люди. До законодателя они жили, как бессловесные животные. Если же придет Бог, Слово, то и исцелит их, сделав их естество разумным. Итак, Моисей, как я раньше сказал, говорил, «Пророка вам восставит, Господь Бог, как меня!» И Давид, «Поставь, Господи, законоположители над ними!» Павел же, придя после Спасителя, будучи его провозвестником, и видит, что те древние должны были ожидать Христа, а после Христа никого другого, поэтому говорит Галатам 1.9, «Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовестует вам не то, что вы приняли, да будет анафема». Он исключает всякое иное звание и получает ключи царствия. А что после Христового учения не должно ожидать другого, он говорит об этом так, «Если кто будет благовестить вам, не то, что вы приняли, да будет анафема». И чтобы наложить запрещение не только на обман со стороны других людей, он продолжает состязание и говорит, «Если мы...» «Что же, однако, означает это, и если мы?» «Мог ли апостол учить иначе?» «Ясно, что божественный Павел употребил гиперболу. Хотя бы меня, — говорит он, вы услышали проповедующим другое, думайте, что я говорю не от лица Бога». Поэтому он и говорит, «Если мы...» Человеческий язык — нечто ненадежное, а Божий язык не изменяется. Поэтому и говорит апостол, «И если мы или ангел с неба, ты не без основания пришел к тому предположению, что ангел с неба имел намерение ввести чуждое учение». Однако апостол предостерегает не от ангелов, но пресекает коварство дьявола, если ангел с неба не потому так говорил, что сознавал присущую ангелу способность сделать подобное. Ведь он знал, что у ангелов истина непоколебима, но так как часто сатана преображается, и демоны часто принимают вид ангелов, чтобы ввести учение, какое согласно с их намерением, так и сказано в Писании, ибо и сам сатана принимает вид ангела света, то поэтому отделяет истинных ангелов от тех, которые только прикрываются их видом, и против ангелов высказывает только простое мнение, не оскорбляя их, но преграждая путь демонам. Ангелы не проявляли негодования, когда Павел говорил, «Если ангел с неба будет благословать не то, что вы приняли, да будет анафема», но радовались по поводу дерзновения правозвестника, утверждавшего и ограждавшего божественную проповедь. Поэтому и сами ангелы, узнав, что не должно ничему верить, как только слово апостолов, охраняет его и не проповедует уже. Они, конечно, посылаются к людям, и однако без всякого сомнения не проповедуют. Некогда был послан ангел к Корнилию. Он является последнему и объявляет о своем служении, говоря, «Корнилий, молитвы твои и милостыни твои взошли на память пред Богом. Объявлять мое дело, а проповедовать апостольское. Ангелу принадлежит знание того, благоприятен ли Богу образ служения и молитвы. Проповедь же ангел поручает не себе, но апостолу, поэтому и присоединяет к своей речи. Итак, пошли людей в Иоптию и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некого Симона, кожевника, который находится дом при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой. И что препятствовало ангелу самому тотчас возвестить это? Разве не достовернее была бы проповедь ангела? Разве не более уверился бы Корнилий, слыша о кресте от ангела, так же о страдании Христовом и о домостроительстве. Но ангел одновременно и остерегается, не желая открыть место для демонов, и показывает нам, что помимо апостольского учения спастись невозможно. Если же ангел с неба, проповедующий что-либо иное, предается анафеме, то человек, сочувствующий ариевым догматам и учащий в духе мнения Евномия и Савелия, не по всей ли справедливости будет предан анафеме, если путем покаяния не исправится? Думайте, братья, что это сказано не нами, но святым мученикам и послами Отца. Это говорится в честь мучеников, ведь чествование мученика – охранение веры. Поэтому, если ты хочешь почтить мученика, то почти того, за кого он претерпел мученичество. Если тот пролил кровь за Христа, то уже ли ты за Христа не прольешь крови? Итак, имея этот несомненный признак веры, позаботимся о том, чтобы блистать и своими добрыми делами, что, упосеяв добродетели, пожать воздаяние. Каждый жнец правды за свои собственные дела, как говорит и Павел. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим поверье. Галатам 6.10. Потому что в свое время пожнем, не теряя никакого ущерба. Какое свое время? В день воскресения. Время это не наше собственное, но чужое. Здесь семена, а там колосья. Здесь сеешь со скорбью, а там жнешь с радостью. Как говорит Давид, сеющие со слезами пожнут с радостью. О, если бы мы и посеяли, и пожали с весельем во Христе Иисусе Господе нашим, которому слава во веки веков. Аминь.